Здравствуйте, с вами Календарь Рыболова на телеканале Трофей. Июль подходит к концу, а на выходных начинается последний летний месяц. Рыба все чаще будет выходить на охоту. Совсем скоро активизируются хищники, а утренняя рыбалка будет длиться на пару часов дольше. Обилие насекомых заставляет рыбу время от времени подниматься к поверхности водоема. Пока же начало августа никаким образом не отразилось ни на погодных условиях, ни на поведении рыбы. На этой неделе мы с вами поговорим о ловле жереха, галавле, язе и леща. Но обо всем по порядку. Небо будет преимущественно безоблачным. Во вторник возможны дожди местами с грозой, за которые последует спад температуры с 32 до 25 градусов. Ночью температура также понизится с 24 до 16 градусов. Ветер ожидается легкий и переменчивый, преимущественно северный. Жерех продолжает активно питаться мальком и мелкой рыбой. Найти жирующего жереха можно на мелководье, на местах, называемых котлами. Рыба будет питаться большими стаями, которые можно обнаружить по всплескам на воде. Его тактика резкой атаки малька хвостом создает волнение на поверхности. Лучший способ ловли – спиннингом с лодки. При этом длина удилища имеет малое значение. Чтобы не спугнуть рыбу, придется делать дальние забросы, которые гораздо легче осуществлять тяжелой блесной вертушкой или костмастером. Головль с приближением августа все больше времени проводит в природных слоях, чаще на мелководьях с замедленным течением. Эта рыба не любит безветренную погоду и во время штиля клев прекращается. Зато ее отнюдь не пугают волны от проплывающих судов. Ночная рыбалка может принести неплохие плоды, но большинство рыболовов предпочитают утреннюю и вечернюю. В это время рыба нередко поднимается на поверхность, охотясь на упавших в воду насекомых. Хорошие плоды приносят донные снасти с кормушкой. В качестве прикормки используют хлебный мякиш, панировочные сухари, сыр и мелкорубленные личинки насекомых. Также возможно ловля на спиннинг с берега или с лодки на небольшие медные блесна. Приманка в этом случае ведется в средних слоях водоема. Ясь, напротив, любит солнечную погоду, а его клев практически не прекращается в течение суток. Самый активный клев будет наблюдаться после дождя, который ожидается во вторник. Глубина его обитания будет варьироваться от 1 до 2 метров. Снасти выбирают в зависимости от величины стаи язи в водоеме. Чаще всего используется поплывочная удочка, но если язи много, то можно попробовать и спиннинговые снасти. Использование прикормки, аналогично той, что мешают для голавля, значительно повысит количество поклевок. Заброс осуществляется при помощи удилища длиной от 3 метров за границу прибрежной растительности. В качестве насадки на поплывочные снасти лучше всего подойдет кузнечик или дождевой червь. Лещ, как обычно, держится на слабом течении, обитая у самого дна водоема, избегая песчаного покрытия. По вечерам или в дождливую погоду эта рыба нередко подходит к берегу, где держится до восхода солнца. При поиске места обитания этой рыбы немаловажно знать рельеф дна. Чаще всего его можно обнаружить на небольших ямах. Большинство рыбаков используют фидерные снасти тестом до 90 грамм и удилищем длиной около 4 метров. Длина поводка до 1 метра, а диаметр его сечения 0,17 мм. В качестве прикормки используют пшеничную и овсяную крупы, кукурузы, панировочные сухари и семена подсолнуха. На крючок насаживается червь, мотыль или распаренный горох. Подведем итог. Рыбалка заметно активизируется после дождя, который ожидается в начале недели. Жериха ловим на так называемых отлах с пиннинговым удилищем на блесна покрупнее. Голавля лучше всего ловить донкой в утренние и вечерние часы. В качестве насадки используем лягушку или кузнечика. Ясь будет отлично ловиться на поплавок, на червя или кузнечика. А особи покрупнее ловим спиннингом на небольшие воблеры или блесна. Леща в утренние часы ловим фидером, а вечерние на поплавок. В качестве приманки используем горох, опарыша или червя. Я желаю вам хорошо провести время на рыбалке и до встречи через неделю.